МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Службы занятостей означают рост колькости своротов. Ситуацию на рынку працы вывучал наш корреспондент. Гомельская милиция. История и сучасность. 1917-2017. У областных центра презентовали книгу, присвященную 100-годью белорусской милиции. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня означается День оборонцев Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь. С этой нагоды в регионе ладятся урочистые митинги для памятных мест, которые являются символом мужности и героизма наших земляков. Сегодня церемония ускладания вянковых кветах отбудется на площади працы Лебрадской могилы советских войн и подпольщиков. Протягнутся урочистые мероприемства святочным концертом в областном драматичном театре. На передаче представники городской и областной улады у громадских организаций «Ветраны войны и молодь» собралися у Гомель для мемориалу на Аллее Героев. Почас митингу гучали ширые слова удяшности у адрес тых, кто угады вяликая чины, отвоевал у ворога свободу и незалежность. Хвилиной молчания узгадали тых, кто не дожил до великой перемоги. Удзельники митингу усклали вянки и кветки, отдали данину по ваге советским войнам и мирным жахарам, які загинули угады военного лихолетия. Уроки войны и их наступствы не забываются именно витах гэта, дозволяя нашей Беларуси заховывать гоноровое звание миролюбивой державы и быть прикладом для інших народов и краин. День оборонца Вайчины – усинародное свято мужности, доблести и гонору. Яновасабляя пероемность поколеньям и непорывную совесть нашего героичного минулого, стабильной сучасности и мирной будущине. Дорогие жители города Гомеля, от всей души, от личного состава военных комиссариатов, от себя лично поздравляю с этим знаменательным праздником. Ветеранов, которые участвовали в освобождении Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, ветеранов, участвующих в других войнах, с этим знаменательным праздником хочу поздравить. Пожелать крепкого здоровья всем, успехов, удачи. С праздником всем! У протяг темы зараз служба во Узбройных силах краины проходит каля пяти тысяч жихаров Гомельской в области. Як навышаются армейскому майстерству у войсковой части 55-25, доведався Дмитрий Котов. Войсковая часть 55-25 была утворена в 1990-м годе с метой оказания допомоги милиции. Тогда это был невеликий батальон, який с тягом часу перетворился в бригаду. Сегодняшние задачи – обескоджение боеприпасов, конвоирование осудженных и забеспечение громадской безопасности в тем леку подчас массовых мероприемств. Потребования до будущих солдатов у внутренних войсков вельми строгие. Первое – среднее образование не ниже того. Соответствующая группа здоровья должен быть и физически, и морально готов к прохождению военной службы. Мы, конечно, так как относим к системе МВД внутренние войска, мы не отбираем военнослужащие для прохождения службы, у которых близкие родственники, и они сами где-то отбывали наказание в виде лишения свободы или какой-то уголовной ответственности привлекались. Доглеженная форма, начищенный обуток – именно вида так, выглядая солдат, готовый оховывать спокойное житё жихару Украины. Кожную ранницу хлопцы подшинают с построения. Распарад огня напружены. Боевая и спортивная подрыхтовка, страевый крок, занятки в классах. У редкие вольные хвилины у молодых солдат застается час, как подшитать газету, поглядеть телевизор, типа спевать под гитару. Яфрейтеру Йогену Маслу до закончения службы застается некольки месяцев, а проведенным часом у армии не шкодуя, а отзнашая, что за короткий термин змянился. По мужнеу стал дорослым и самостойным. О службе в армии не стоит жалеть. Армия делает из парня настоящего мужчину. О службе во внутренних войсках налаживает определенную ответственность на гражданина. Учит правильно защищать родину, ценить друзей, которые рядом, которые находятся здесь. На территории войсковой части 55-25 зараз проходят службу больше, как 300 человек. Это соправданные мужчины, верные присязи и воинскому долгу. Для их мужчину в форме веншивание со святом 23-го лютого николи не будут формальностью. Конечно, хотелось бы сегодня всех поздравить с праздником Дня Защитника Отечества и Вооруженных сил. В первую очередь поздравить ветеранов, которые с оружием в руках добывали нам свободу и независимость нашей Родины. Поздравить всех военнослужащих, сотрудников других войск и воинских формирований с нашим праздником, профессиональным праздником Дня Защитника Отечества. Всех мужчин, кто проходил военную службу, кто ставил для себя задачи защиты Отечества нашего. Пожелать крепости духа, здоровья, материального благополучия. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Воколе 150 тысяч рублей все лето будет выдатковано на оказание материальной поддержки починающим предпринимателям. Максимальности процветования в «Гомеле» вывучал Олег Сентьеров. Сегодня колькость вакансий в «Гомельском городском центре занятости» прикладно отправляет колькости зарегистрированных беспроцовных. Ильшая справа, что Ашмахстан уже стратил свои профессиональные навыки. Кожный третий беспроцовный не працует больше одного года, а у некоторых опушный запись у працованной книжки, взробленный еще в 90-х годах, минус 100 годов. Миколай Чарнов до их лику не относится. Кажет, что все житие сумленно працавал. Олег Сентьеров начал подводить здоровье. В городском центре занятости ему пропоновали просить переподготовку по одной из 24 специальностей. Миколай выбрал профессию, которая на его погляд будет заподробованной за все. Работал шофером. Сейчас уже возраст. 58 лет как-никак уже не работаю. Но решил учиться на сантехниках. Шанс працавалатковаться после переподготовки достаточно высокий. Правда, тут жмота задерживать от самого человека. Особливо, когда отремливается подчас практики на предприятии показать себе лепшого боку. До того, что план по перенавучению складывается за уникой реальной ситуации на рынке працы. Если мы просмотрим заявки нанимателей, требуют людей, которые имеют образование даже средне-специальное, высшее в информационных технологиях, именно направление знания в этот веб-сайт, их сопровождение, их администрирование. Мы пробуем также работать в данном направлении, чтобы идти много со временем. А рабочие профессии, они остаются приоритетными на сегодняшний день именно потому, что основное количество заявок от нанимателей сегодня – это рабочие специальности. Особливая увага молоди в городском центре занятости кажут, что без наявности профессии праца уладковаться вельми складанно. Выправить ситуацию повинен проект «Молодежная практика», який реализуется у Гомели. Судность простая, за бюджетного фонда социальной обороны субъектом господарения выплачиваются сродки на компенсацию затрат по працы уладкования молодых специалистов. Ящадно мог чем-то не быть беспрацованным, открыть уластную справу. Для допомоги починающим предпринимателям сегодня в городском центре занятости плануюсь вытатковать коля 150 тысяч рублей. В прошлом году у нас около 100 безработных получили финансовую поддержку в виде субсидии на открытие собственного дела. В этом году уже 20 человек, 20 безработных, получили такую субсидию. Субсидия выдается в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. На данный момент это 1981 рубль и 10 копеек. По стану на 20 лютого сборное финансование державных расходов в Гомельской области оплатили больше 5,5 тысяч человек. И исчезло 13 тысяч вызвали на отоплаты расшениями податковых органов и створенных при ваконкамах рабочих групп. Меж тем, значная часть кагмельчан троплять о категории утроманцев не жадая принципово. Мать трех детей Ирина Попова прасовала прибиральщицей, а Ленидзе два месяца тому стратила работу. Ситуацию меркой выправить в ближайший час. Уречься быть утроманцем не эксором на в первую очередь перед уластными детьми. Не хотелось бы, конечно, в числе тунеядцев оказаться. Хотела бы, чтобы что-нибудь предложили. Вот пришла специально на биржу сюда труда, чтобы предложили какую-нибудь, может, вакансию, чтобы можно было дальше работать. Труд-крут! Такое меркование выказала молодць Гомеля, давший старт новому працовному семестру. Штабы працовных справ БРСМ почали прием заявок. Консультации об працовладковании разбавили флешмобы и фотосессии с популярными хэштегами. Як это было, ведая Ганна Ковалева. У Анастасии Тарасенко заплячима амаль три курса университета и стольки ж працовных семестров. В будущем Яна свяжет житие с юридичной сферой, а по коль каждое лето працует на фабрице мороженого. Зарабить вольный час, колисте, допомогли активисты БРСМ. Сегодня девчина сама сярод их, допомогает таким же ожидающим працовать. Я была просто в восторге, на самом деле. Мне понравился настолько весь технологический процесс. Это настолько интересно, как делают мороженое. Упаковка, его транспортировка, хранение – это, ну, очень классно. Я помню тот момент, когда я получила первую зарплату для меня, как для студентки, это были какие-то деньги, ну, из ряда невозможного скорее, потому что в таком размере зарплату получают, скорее всего, наши родители. То есть первый раз, когда я получила зарплату, я с этими деньгами поехала на море отдыхать. Бывалые студенты радуются, делились с новичками своим опытом во всех в Новомеле. Их слухачи могли задать пытания, ознайомиться с банком вакансии и нареште заполнить заявку на працу откования. Миноведа так, студентство Хомеля открыло початок новых опрационных семестра. До приклада першокурсник ГДТУ имя сухого Денис Дудин у першиню выращу доучиться до праценной молоди. В детстве мечтал стать инженером, как бы иду, осуществляю свою мечту. Сюда пришел, чтобы записаться в студентряд, чтобы зарабатывать строителем в ряде, посмотреть на свою будущую профессию, быть чем заняться, заработать денег. Помогу людям, ну, и себе тоже. Дорога, как подать заявку на працу откования, не обовязково приходить особисту у комитета БРСМ. Это можно заработать и онлайн, на официальных сайтах организации. Дякуючу БРСМ, знаете работу, для студента сегодня пытание усяху некольких годин. Я обратилась, подала заявку и буквально в течение часа мне уже приложили вакансию, которая мне понравилась и я приняла участие. Дорога, летость праценный семестр охопил больше за 1200 юнаков и девчат в области. Узровень зарплат починался от 150 рублей и заканчивался на 600. Молодь працавала на сельскох господарчах, промысловых предприемствах, у санаторно-курортных установах у Беларуси и Замяжой. У першуни урагиёне был сформованный археологичный праценный отряд, некоторые смогли закласти свою цехлу у комплекс Островецкой АЭС и долучиться до узведения корпуса областной детячей больницы, будовничая пляцовка, якой, дарыча, была ввешена молодёжной. Всё лето лишь бы жадающих працавать, обяцают пересягнуть минологоднее. Рост назирается что год, при том, что громадская организация обяцает знайсти вакансию для кожного. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». «Гомельская милиция. История и сучасность. 1917-2017». Книгу, просвеченную 100 годзю беларусской милиции, презентовали на пяре до Днева управления внутренних справ гомельского обл. Ваконкама. Свою работу проставил автор, полковник милиции в запасе Александр Некрашевич. Для его гистория гомельской милиции – частка властного життя. Службу он начал 37 годов тому. Прошёл шлях от милиционера патрульно-постовой службы до наместника начальника областного управления внутренних справ. Сёня – полковник милиции в запасе. Работу над книгой начал в позаминулом году. На 364 сторонках у жанра гисторичного документального нарысу описывая основные вехи створения, становления и развития гомельской милиции. Многие документальные известки и фотографии, яких до речи каля 600, опубликованы у першыню. Уверен, что книга будет интересна не только сотрудникам органов внутренних дел, ветеранам, но и широкому кругу читающих наших граждан, а также молодёжи, возможно, и предупредив выбор их дальнейшей судьбы или своей будущей профессии. Протягивается масляничный тыдень. Кожный агодзень мая свою назву, традиции и правилы. У шатвер починался так званый широкий разгул – катання по улицах, кулачные абаи и розные абрады. А яше пудзела масляницы возили и калядавали. Дети ходили от хаты до хаты и выпрошывали таким чином себе пачастунок на святочный вечер. Масляничный тыдень традиционно завершается проводенными зимы и спальванем пудзела. У Гомелях это зробят с 25 лютого на традиционных массовых пляцовках города. Забавляльную программу открыет шагуночный район на стадионе Гомсельмаш и у микрорайоне Костюковка. Там мероприемствы пошнутся у 10 годин ранецы. У 11 до свято долушится центральный район, где гуляния разгорнутся каля лядового палаца. Жихароново-Белецкого района чакают в зоне от подшинку пруды. А поудня эстафету подхопить и советский район. Свои гости Йонс Бяре на пляцовце каля палаца культуры фестивальны. Гэта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomil.by. На гэтым выпуск завершенный. У студии працывал Александр Гамоля. Усяго доброго и до сустречшего эфира. Редактор субтитров А.Семкин